Друзья, американский вариант увлажнителя, который у нас стандартно, поскольку в большинстве случаев в Северной Америке у нас отопление воздушное, то и это связано с тем, что у нас воздух быстро высыхает, потому что котел его перегревает, фернис, и у нас почти на всех котлах стоят всегда так называемые увлажнители воздуха. Это вот такая вот штуковина, которая встраивается в поток. Сейчас, если вы услышите, сейчас, нет, не услышите, он щелкает еле-еле, вот, и проверяется, работает его очень просто. Сейчас он уже не работает, потому что вот, здесь, видите, вода должна течь. То есть так вы можете проверить, котел у вас работает или нет. Просто сейчас он выключился по той простой причине, что дошел до нужной температуры, и у нас всегда увлажнитель воздуха работает. Сейчас пошире сделаю. Работает от котла. Если котел работает, то, соответственно, у нас работает увлажнитель. Выставляется в среднем, это нормальная влажность, где-то от 40 до 55 процентов. Это уже кому как нравится. И самый простой способ проверить, работает ваш увлажнитель или нет, ставите на максимальное он и вытаскиваете эти трубки. Это старый вариант увлажнителя. С него должна литься вода. Видите, здесь мокрая, она лилась, просто сейчас котел работает. Точнее, котел не запустился, он сейчас работает в режиме вентиляции, поэтому увлажнитель тоже не работает. О, есть. Смотрите, сейчас покажу. Вот, все, вода полилась. Вон она. Она у нас попадает на такую мембрану, грубо говоря, где эта вода растекается, она распыляется, и вместе с потоком воздуха она уходит в систему отопления дома. Вот такая вот простая система. Проблемы, которые здесь чаще всего бывают, это не работающий термостат, но он должен щелкать. Вот здесь вот два проводочка внизу, они должны замыкаться. И второй вариант у нас накрывается вот этот вот клапан электромагнитный, но его тоже можно проверить, потому что вот у нас идет питание, здесь должно быть 127 вольт, и он должен быть со временем тепленький. Ну и, соответственно, вода должна литься. То есть, как бы, диагностика очень простая. Проверяем наличие воды, то есть, открыт краник, не открыт, работу увлажнителя, то есть, контакты должны замыкаться, работу клапана воды, который тоже должен гудеть и должен замыкаться. Ну и последнее, льется вода или не льется. Вот таким вот простым способом можно это проверить и понять, как он работает. Все, опять уложился в три минуты. Надеюсь, это было вам полезно, ребята. Все, всем хорошего дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok